Скажите, пожалуйста, если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Ну, вопросов накопилось к весне много. Мимо хожу ЗАГСа, и возникла у меня такая мысль. Родители мои женились в этом ЗАГСе. Я выходила замуж тоже в этом ЗАГСе, в этом же здании, в этом же убранстве, в этом же зале. Ну, не то, что поднадоело, но время уже пришло меняться к новому. Ну, устаревшее там все. И ремонт там надо бы обновить, и перекрасить его более яркие краски, ну, может быть, какие-то нежные. Ну, не хочется мне, скажем так, сына видеть на той же фотографии, в том же убранстве и в той же декорации. Ну, я понял, учтем пожелания, конечно, наших жителей в этой части, хотя все упирается в финансирование, и есть, скажем, откровенно, гораздо более приоритетные вопросы, обеспечивающие жизнедеятельность города. То, что касается состояния интерьера, в том числе и нашего отдела записи актов гражданского состояния. Ну, мы сегодня, безусловно, с руководителем следим за тем, чтобы внутри в целом было такое, ну, скажем, торжественное, наверное, состояние. Ну, снаружи сделать что-то сложнее, потому что, ну, у нас оно находится в многоквартирном доме, и здесь, во-первых, любые, если говорить о каких-то капитальных изменениях, связанных с общим имуществом, здесь нужно согласование жильцов получать, это закон обязывает делать. А это не всегда просто сделать, особенно в таком большом доме, как Мира-1931, это во-первых. Во-вторых, мы же не забываем, что у него практически нет прилегающей территории, то есть выход из АГСа сразу на тротуар. Поэтому, если придумать, ну, какие-то выносные конструкции, обыграть входную группу, мы об этом, кстати, уже думали, это может создать неудобство для передвижения пешеходов и необходимость, допустим, выхода где-то на проезжую часть. То есть там есть ряд таких проблем технического характера, которые сегодня, ну, как-то вот существенно, там, кардинально изменить, в том числе фасад АГСа нам не позволяют. Ну, еще тревожит вопрос, конечно, сын заканчивает школу, нашу школу поставили на ремонт, когда ее отремонтируют, неизвестно. И каждое утро у нас идет борьба, ну, можно сказать, на выживание. Мы живем на Западном, Токирово, Луначарского. Одноклассники наши ездят в школу в 15-ю на минуточку, да, с конечной, с Кирова. Но есть одноклассники из Ясного. Вот хотелось бы напомнить руководителю нашему города, что был разговор об запуске автобуса, хотя бы от нашей третьей школы до 15-й. Как решился этот вопрос? Мы это обещание выполнили в какой части? В части переговоров с нашими перевозчиками по поводу вывода на маршрут дополнительных автобусов. Такой возможности у них сегодня нет. Весь автопарк, который присутствует, он на маршруте. То есть дополнительно пустить автобусы они не могут. То, что касается, допустим, пустить какие-то выделенные автобусы, ну, такой возможности сегодня у перевозчиков нет. У города своего муниципального транспорта в принципе нет. Поэтому вот в этой части решение, к сожалению, не найдено. Можно говорить открытым текстом? Я бы его заставил проехать. Вот здесь есть заправка. Там настолько разбитая дорога, там столько организаций. Если они не могут сориентироваться, но он как глава, может их собрать лоб в лоб, чтобы они там сделали дорогу. Люди ездят матеряться во всю. Ну, разве можно так? Мы там выполняли работы по отсыпке щебнем и уплотнили достаточно, на мой взгляд. Ну, неплохо для тех условий, опять же, погодных, которые сегодня существуют. Вот. У нас запланировано выполнение там более основательных работ в период капитального ремонта улицы Промышленной, поскольку техника будет работать там в 50-100 метрах от этого места. И мы, естественно, ее перебросим. Это будет логично. Перебросим на этот участок, соответственно, отфрезируем его и заасфальтируем. Скажи, пожалуйста, если бы ты встретил главу администрации как представитель молодежи, какой вопрос ты бы хотел ему задать? Ну, почему сотрудники госслужб не следят за порядком на улицах? Почему молодежь ходит? Разбивают бутылки по Петровскому, платят часть города, которая знаменитая, часть города, которая показывает состояние все города. Почему за этим не следят госслужбы? Конечно, это полномочия не администрации города следить за охраной общественного порядка, это полномочия правоохранительных органов. И мы, как администрация, неоднократно обращались, и в этом вопросе есть понимание со стороны нашего Азовского отдела полиции при формировании маршрутов патрулирования городских улиц, чтобы места массового скопления людей, в первую очередь, конечно, это центральная часть города, где много людей собирается и проводит свой досуг, чтобы они обязательно были включены в план патрулирования. Поэтому это дорога с двухсторонним движением, и здесь должны проявлять ответственность как надзирающие органы, контролирующие этот процесс, так и сами люди, которые живут в городе. Главе администрации, почему, когда я болела коронавирусом, мне никто не доставил на дом лекарственные препараты. Они сказали, что нам их не завезли, я бы вам рад, сказал участковый врач, но у меня их нету в наличии, и больше ко мне никто не пришел. После ковида сама ходила, сдавала и ПЦР-тест. В общем, на нас, на пенсионеров, никакого внимания не обращают. Вы знаете, ну, не совсем справедливо такое заявление, поскольку мы, наоборот, старались, те группы, которые находятся в незащищенном состоянии, это как раз-таки пенсионеры, люди пожилого возраста, у нас очень рад, это сегодня волонтерское движение, очень много добровольцев в городе, это хорошее, действительно, позитивное такое изменение. Люди неравнодушные, которые активно включались в процесс и на личном транспорте, либо пешком доставляли продукты питания, лекарства, и вот особенно, когда у нас был период обострения пандемии, когда мы просили пожилых людей не выходить из дома, волонтеры здорово отрабатывали, поэтому говорить, что пенсионеры сегодня у нас остались совсем без внимания, наверное, неправильно. То, что касается предоставления лекарств, здесь, ну, во-первых, надо индивидуально смотреть, поскольку у нас по лечению ковида действительно есть набор лекарственных средств, который предоставлялся бесплатно, но эти лекарства, они доводятся до нас централизованно, вот, поэтому, возможно, был какой-то период времени, когда все лекарства были израсходованы, ну, и вот пока не было новой поставки, просто так получилось, да, вот этот разрыв, как раз попали, вот, но это, как правило, практика нераспространенная, она присутствует, ну, не является такой, знаете, скажем, критической, проблемной, то есть какие-то сбои бывают, ну, это вещи временного характера. У нас дворники плохо работают, во дворе заметут, а что за двором, там ужас, это индийская 3А. У нас же есть план патрульной уборки, ежедневно наша подрядная организация выходит на патрулирование, и, соответственно, вот это патрулирование предполагает уборку мелкого мусора, который образуется на городских улицах, поэтому по этому плану, соответственно, уборщики наши ходят, и сегодня улица Инзинская как раз у них в плане, мы во время коммунального объезда наблюдали, люди идут, поэтому, вот, которые, замечания, которые возникают у жителей, или что, ну, какие-то отдельные участки уличной дорожной сети, там, грязные, значит, замусорены, все это в любом случае в рамках патрулирования и патрульной уборки города, этот мусор подхватывает. Есть график патрульной уборки у подрядной организации, она согласна этому графику и отрабатывает. Редактор субтитров А.Семкин